Для слушателей старше 16 лет. Особое мнение на 101FM В Кирове 1306, программа «Особое мнение» в эфире. Я, Анна Лапшина, приветствую слушателей и говорю здравствуйте гостям. В нашей студии это Олег Ткачев, член Общественной палаты Кировской области и руководитель Кировского центра поддержки НКО. Олег, добрый день. Добрый день. Напоминаю слушателям, что вы тоже можете участвовать в программе, задавайте ваши вопросы гостю через форму анонсов на нашем сайте хакирова.ру. Вопросы там есть, мы чуть позже к ним перейдем. Также вы можете свои вопросы отправлять нам через все возможные мессенджеры. WhatsApp, Viber, номер для ваших сообщений 8 909 720 101 и 0. Прежний номер, его же можно использовать для SMS. Ну и наш канал в Telegram, пожалуйста, тоже пользуйтесь, я Хакирова. Олег, я бы хотела, наверное, так построить нашу работу. Все-таки действительно на вопросы, которые есть, мы чуть позже ответим. А сначала я бы попросила вас, как представителя Общественной палаты, который часто в нашем эфире комментирует там, да, вот все возможные действия палаты, связанные с наблюдениями на выборах, прокомментировать вот этот три-единый день голосования, который к нам подкрадывается неминуемо. Через две недели практически это случится. 13 сентября в Кировской области выборы небольшие, муниципальные, не знаю, правильно я их называю или нет. То есть речь идет о 12 районах Кировской области. Четыре из них поменяли статус, стали муниципальными округами. Там не стало поселковых администраций и дум. При этом депутаты законодательного органа будут избираться вновь и считаться первым созывом. Это Арбашский, Хикнурский, Свичинский и Фаленский муниципальные округа. И плюс еще три территории до выборы депутатов районных дум и главы сельских поселений в нескольких еще районах. Ну вот, то есть это маленькие выборы. Действительно, может быть, не настолько они показательны, как те большие, которые пройдут в некоторых регионах страны. Но я так понимаю, что три-единый день голосования будет и на них тоже использован. Да, большую озабоченность вызывает вот этот вот тренд на многодневные голосования. Я, как человек, долгое время занимавшийся наблюдением на выборы, могу сказать о том, что это совсем непонятно, каким образом можно организовать качественное наблюдение на многодневном голосовании. Даже на маленьких выборах, на небольших населенных пунктах. Да, то есть всегда останется какой-то вопрос, а что происходило с теми бюллетенями, которые лежали запертыми на ночь, несколько суток. Это не вопрос доверия-недоверия. Это вопрос того, что можно ли при такой системе полностью обеспечить стопроцентный контроль за всеми процедурами по духу и по букве закона. Так, ну когда принималось решение о том, что у нас будет трехдневное голосование, я так понимаю, что обещания давали, что контроль можно обеспечить? Ну, обещания у нас даются много часто по поводу и без повода, а физическая возможность, то есть, ну, здесь остается только вопрос доверия. То есть, людей просят в очередной раз довериться власти, что будет все хорошо. Этому можно верить, этому можно не верить, это можно поддерживать, можно не поддерживать. Ну, лично я такую систему не поддерживаю, потому что невозможно там наблюдателю быть от начала и до конца всех процедур, там визуально отслеживать, что происходит с теми ящиками на протяжении там полного замкнутого цикла голосования, там, допустим, с 8 утра и до момента подсчета всех голосов. Если этого сделать невозможно с точки зрения наблюдения, то мне это не нравится. Я не понимаю, как они будут ночевать, где, в каком помещении, кто их будет охранять. Конфликтов вокруг там избирательных комиссий достаточно много и не только в стране там, там все эти видео ужас-ужас, когда вбрасывают. И в Кировской области тоже достаточно много мелких, средних, там, каких-то конфликтов, там, недопониманий по процедурам. Вот умножать хаос, я думаю, незачем. Но умножат. Но умножат. Ну, получается, что так. Я, насколько понимаю, все-таки, ну, опробовано это нововведение было во время голосования по поправкам Конституции. И тогда, когда оно проводилось, нам объясняли вот это недельное голосование мерами безопасности в связи с коронавирусом. То есть это сделано для того, чтобы большое количество наблюдателей не скапливалось на участках. Три единый день голосования зачем? То есть его же вводят невременно, я так понимаю. То есть эта норма, она должна будет распространяться и на последующие все выборы, в следующем году и дальше. Я думаю, что вот на едином дне голосования, там, на ближайшем, да, откатывается система. То есть голосование по Конституции не было выборами, не было референдумами с точки зрения, там, закона. То есть это было в юридическом смысле не очень понятно что, что не очень прописано, там, в федеральном законодательстве. И с точки зрения контроля в том числе? То есть юридическая планка там была снижена и нельзя было мерить, там, с точки зрения закона об основных гарантиях избирательных прав граждан, там, о референдумах и прочее, прочее. Сейчас это пытаются, как бы, тот опыт, который, там, состоялся, узаконить с точки зрения именно выборного законодательства. То есть чтобы процедура... Но пока я думаю, что это только эксперимент. Мне кажется, что власть, скорее всего, этот эксперимент признает успешным, чем неуспешным. Но это меня печалит. Но это мы узнаем 14 сентября, получается. Понимаете, вот когда остается много неясностей и непонятностей о том, что происходит на выборах, как считают, то получаются такие эффекты, как сейчас мы наблюдаем в Белоруссии. Когда несколько дней голосовали-голосовали, а потом сказали, ну, вот вам победитель. А люди... А почему у людей возник вопрос к результату? А люди друг друга переспрашивают. Ты голосовал, я нет, и я нет. А кто голосовал? У нас такое происходит всегда с Единой Россией обычно, когда она большой процент набирает. Тоже все друг друга спрашивают. Даже оппозиционные структуры, оппозиционные наблюдатели, вот я со многими общался, на выборах в России, да, нам не нравятся какие-то результаты, вот лично мы там где-то голосовали, где-то не голосовали. Но с другой стороны, там, даже вот в неформальных беседах с самыми оппозиционными, там, ну, скажи, вот ты присутствовал от начала и до конца. Вбросы были? Какие самые там страшные нарушения ты увидел? Ну, вот не вовремя зачитали вот это. То есть, ну, вот какие-то такие нарушения, которые, ну, не могли... Ну, да, может быть, это и нарушения, но они не могли повлиять на кардинально там... На итоговый результат. На итоговый результат с точки зрения десятков процентов. И даже побывав от начала до конца, даже самые упертые оппозиционные там наблюдатели вынуждены были констатировать, да, мы видели этих людей, которые действительно пришли и проголосовали вот так. И мы вынуждены там, ну, с этим смириться, хоть это нам как-то там нравится, не нравится. В этом и есть смысл демократии. Так, в Белоруссии было не так. В Белоруссии голосовали не один день, а наблюдатели на участках. Просто вот я видела все эти фотографии о том, что наблюдатели сидят, извините, на пеньках. Пенек и выборы — это теперь две составляющие, так сказать, да. Сейчас сложно там с достоверностью обсуждать выборы. Были или не были. Да, что там было, сколько было реально, сколько нереально. Вопрос в том, что когда нет какой-то доступа оппозиционных сил к тому, чтобы от начала до конца там стопроцентно там наблюдать на каждом участке, когда не выдаются по итогам там с каждого участка протоколы и цифры не показываются. И говорят, ждите решение только там вышестоящего, когда объявят полностью официальные результаты. Да, это порождает смуту, недоверие. Там людям кажется, что их обманули. Я не знаю, там обманывали или нет, но любой человек, который пришел и проголосовал против, у него такое подозрение закраблено. У него нет возможности это проконтролировать, пронаблюдать. Может быть, он и удостоверился бы, что это было именно так. Понимаете, тут на ровном месте власть делает себе большую-большую проблему, то есть заводит под себя же большую мину, уменьшая прозрачность выборных процедур. Не, ну а власть скажет, а как мы уменьшаем прозрачность? Вот вам три дня, пожалуйста, мы же не препятствуем допуску наблюдателей. Пожалуйста, наблюдайте, они скажут. Ну, у меня просто вопрос. Где эти бюллетени будут ночевать? То есть там кто будет присутствовать? Это будут наблюдатели. Как можно организовать наблюдение, когда там, ну, допустим, трое суток находиться рядом с ящиком наблюдателю? Спать на матрасиках рядом. Вы понимаете, что это такая, ну, организационная нагрузка на любые там неформальные силы? То есть если, допустим, сейчас там наблюдатели, ну, в однодневные выборы просто мог заинтересованный гражданин, у которого есть какой-то, ну, степень сомнений, он мог прийти, там, записаться там наблюдателем от субъекта выдвижения наблюдателей, прийти и своими глазами все пронаблюдать от начала и до конца. И уйти, как бы, да, я это видел. То теперь мы понимаем же, что просто рядовой обычный человек, у которого есть семья, дети, работа, он не будет трое суток ночевать. Спать на матрасике рядом с ящиком, да, с бюллетенями? Да, да, да. Ну, если этого нет, то спать на матрасике, я не знаю, там будет сотрудник полиции, там сотрудники избирком, я не знаю, как это будет организовано. Всем скажут, что дверь заперта, печатана, ящик заперто, печатан, вот, и, ну, ну, хорошо, печатан. Вот, эта печать находится у председателя избирательной комиссии. Ну, замечательно. Но я в таком случае не понимаю, а зачем вот этот вот триединный день голосования? Ну, это обкатка технологии. То есть голосование по Конституции показало, что голосование растянуто на несколько дней, может привлечь больше избирателей, чем однодневный день голосования. Так это же прекрасно. Просто по количеству. Так это же прекрасно. Это значит, что большее количество людей неравнодушно придет на участки и скажет либо да, либо нет. Но вместе с тем, что происходит с голосами этих прекрасных людей, достоверно, ну, можно утверждать только доверившись власти. Ну, просто довериться. То есть я все-таки пытаюсь понять, власть заинтересована в чем? В том, чтобы больше людей ходило на выборы и поэтому делает выборы растянутыми во времени? Или власть в чем-то другом заинтересована? В том, чтобы процедура была непрозрачной? Ну, понимаете, это как бы такая, вот такой непростой выбор. Такая диаграмма с двумя стрелочками в разные стороны. В одну сторону большая прозрачность, в другую сторону большее количество людей. Большая явка. Большая явка. И вот где поставить вот этот вот ползунок, в какую сторону переместить? Вот это и является, по сути говоря, вот таким спором про многодневное голосование. То есть явка будет больше, но с результатами там, ну, остается только... Вот я говорю, это вопрос доверия, это вопрос веры. А я правильно понимаю, что вот это недоверие, оно возникает в том числе потому, что все мы последние годы видим какие-то не самые понятные движения с точки зрения, ну, там, неравного, что ли, отношения к разным кандидатам от разных политических сил? Да, конечно, безусловно. То есть это продолжение там всего того, что происходит в период до голосования как такового. То есть, да, это, скорее всего, вот, ну, то, что я видел последние годы, да, то есть такой тренд, мне кажется, что действительно там, ну, плюс-минус, там, административный ресурс, какие-то там нарушения, но принципиально это не делало погоды в российской политике. Там, может быть, сколько-то процентов были там нечестные, но этого нельзя... Именно в день голосования? Ну, да, но это не делало погоды. То есть большинство результатов были запрограммированы просто на уровне допуска кандидатов. А с допуском кандидатов все намного веселее. Это мы про муниципальный фильтр сейчас говорим? Про сбор подписей? Да, да. Про справки какие-то? Да, 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 да. То есть на всех эшелонах власти, то есть на всех уровнях там выборов один и тот же тренд, завинчивание гаек и просто регулирование выборами на уровне допуска кандидатов. Вот здесь видна просто невооруженным взглядом, то есть не надо быть там суперспециалистами, там супернаблюдателями, чтобы видеть, что поляна зачищена и конкурентной борьбы, ну, ее там очень сложно вести. То есть очень сложно составлять конкуренцию денежным мешкам, аффилированным там с органами власти. То есть чужие туда не прорвутся. Так, тогда я вообще перестаю понимать необходимость введения три единого дня голосования. То есть если на уровне еще допуска-недопуска можно это все отрегулировать, то зачем тогда это? Это ведь трата бюджетных денег, я так понимаю. Вот тем не менее, люди, голосование меняется. Люди устают от всего этого. И, возможно, те люди, которые голосовали в прошлый раз за, возможно, они пойдут голосовать против. Вот оставлять себе лазейку, чтобы что-то, может быть, с этим можно будет поделать. То есть подрегулировать еще там? Да, подрегулировать еще на этом уровне. Ну, это мое предположение. Мы предполагаем, конечно, да. Конечно, если увидеть и поймать за руку, то мы в таких случаях обычно писали там заявление в прокуратуру, там разбирались и были судебные процессы, были наказаны там председатели избирательных комиссий. А в Кировской области и сейчас там были суды над членами избирательных комиссий. И чем закончились? Ну, наказанием. Каким? Ну, штрафы, извинения. Большие штрафы-то? Мне кажется, что как бы не такие большие, какие могли бы быть. Ну, порядок цифру примерно. Вот, если честно, даже неинтересно. Ну, то есть это точно не несколько миллионов, я правильно понимаю? Нет, это не несколько миллионов. И не несколько сотен тысяч. То есть, отделы с легким испугом, скажем так. То есть власть всегда лояльна к тем, кто работает в ее интересах. И это отдельная как бы тема наказания за надпойными, за махинации на выборах. То есть они у нас очень такие, ну, вообще в России практика такая очень light наказание по сравнению с тем, что там если вдруг будет административное дело в отношении какого-нибудь оппозиционера. Ну, они же не виноваты, им же старший приказал, извините. Может быть. Мы предполагаем, я еще раз обращаю на это внимание. Да, Олег, а нет ли такого ощущения, что вот эта история с треединным днем голосования, она вводится вот для чего. Власть устала от постоянных обвинений в том, что она там кого-то не допускает. Я просто вижу сейчас, ну, вот я еще раз повторю, да, что в Кировской области 13 сентября совсем небольшие выборы, да. Но мы же видим, например, там многих соседних регионов. Там вот Нижний Новгород, например, да. Я знаю, что еще в нескольких регионах эта история происходит. В Петербурге это происходит история. Когда людей на крупный выбор сейчас вот не регистрируют, почему-то это коснулось партии Яблока. Для меня это удивительно, потому что... Яблочников давно не регистрируют и не пускают. Это очень давно, это очень такой старый тренд. То есть Яблочников очень часто там не допускали. Там истории последних лет, это очень много. Сегодня то, что звучит, ну, это, конечно, уже верх абсурда. Там судебные решения про то, что человек поставил свою... Человек свидетельствует о том, что поставил свою подпись в деле о том, достоверны ли подписи. А суд не признает на том основании, что человек поддерживает вот этого кандидата, да, и поэтому он вот сейчас пришел, свидетельствует и рассказывает, что подпись это подпись его все-таки. Да-да-да. Ну, это уже какой-то верх абсурда, и там непонятно, как это вообще может быть. Но то, что происходит с проверкой подписей, это вообще отдельная тема. Мы частенько спорим с разными людьми на тему, нужна ли система подписей избирателей или не нужна. То есть в современных условиях говорят, что это такой изживший себя рудимент чего-то прошлого, что не должно быть там подписей, потому что все равно их не признают. Да, я понимаю, что очень часто подписи рассматриваются. Мы видели там десятки, сотни этих разбирательств по поводу достоверности и действительности подписей. То есть это еще разная вещь. Мне кажется, власть здесь очень сильно перегнула, и там сложившаяся практика только на усмотрение экспертов-графологов. То есть вот как, если графолог считает, что эта подпись неправильно написана, то даже там любые свидетельские показания самого человека, что да, это я подписывал, не идут в ход. Графолог говорит, нет, это не вы подписывали. Да, графологу виднее. Причем заочно, там как-то так. Мне кажется, это все не имеет никакого отношения с точки зрения справедливости и духа закона. Я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем собирать подписи. То есть я понимаю, зачем от человека просят справку об отсутствии какого-то криминального прошлого или еще что-то от человека, который баллотируется куда-то. Но зачем его заставляют собирать подписи избирателей? Ну вот мне кажется, что это просто барьер такой. Нет, конечно же, это барьер. А зачем это еще-то нужно? Сделайте список из 20 кандидатов, кто же голосует. Нет, это, конечно же, определенный фильтр. Определенный фильтр для того, чтобы там какие-нибудь шустрые политтехнологи не устроили там, ладно, 20. Это будет сложно считать, это самое там. А если 100? На бюллетенях разоримся. Бюджет разорится на печати бюллетеней. Дело не в том, что, понимаете, есть, ну вот, раньше, скажем так, в некую ельцинскую эпоху. То есть мы наблюдали, я помню те ощущения, когда были там многокилометровые портянки с кучей кандидатов. Мы видели, как технологи научались выставлять там кандидатов спойлеров, там не по одному, там просто пачками. Морочить голову избирателям, манипулировать их мнениями. А, но все-таки сбор подписей тогда это и в пользу избирателей немножко, да? Это некий фильтр, просто допускать до реального голосования только тех кандидатов, которым доверяет определенная часть населения. Но то, как собирались подписи раньше и то, как это делается сейчас, это две большие разницы. Особенно с точки зрения процедур проверки. Я считаю, что графологическая экспертиза не должна быть определяющим фактором при определении достоверности. Определение, финальной точкой определения достоверности подписи должно быть заявление самого человека. То есть, я подписывался или не подписывался. Если человек сам в письменном ли виде там или в суде там заявляет о том, что да, это моя подпись, все. На этом дело рассмотрение с этой подписью должно быть окончательно закрыто. Даже если какой-нибудь графолог с этим не согласен. Но у нас с точностью да наоборот. Это во-первых. Во-вторых, разные неточности, которые в документах. Здесь вы забыли поставить запятую в шапке. В общем, при дирке я понимаю, да, здесь не то слово написано. Здесь вы с маленькой буквы написали то, что должно было быть большое. В общем, поводов для того, чтобы отсечь на этапе регистрации их достаточно. Дальше неточности баз, по которым проверяются данные избирателей. То есть у человека в паспорте написано вот так, и он записывает как в паспорте. А в базе по-другому. А в базе там где-то ошибка там то ли МВД, то ли еще. Ну, бывают технические ошибки. Что-то написано неправильно, что-то не учтено. Подпись зарубается, и суд потом говорит, ну как, вот у нас есть справка из органов внутренних дел, и нам все равно, что у вас написано в паспорте. А в подписной лист он должен записываться как в паспорте. Все понятно. То есть вот способов для того, чтобы человека не допустить на выборы, их достаточно. С введением три единого дня голосования вот эта вот история с препятствиями на уровне регистрации будет усиливаться, или допускать будут большее количество людей? Нет, допускать больше никто не будет. Ну, единственное, что тут разные уровни выборов, разные подходы. Когда мы говорим о небольших территориях, там очень сильный кадровый голод. Там, мне кажется, будут не допускаться только особо... Особо ненужные люди. Да, особо ненужные люди. Но любые, как бы нейтрально настроенные, любые все, кто может хоть что-то там... Все договороспособные допускаться будут. Да, да, да. Олег Ткачев, член общественной палаты в нашей студии. Это его особое мнение. Через полторы минуты вернемся. Особое мнение на 101FM Член общественной палаты Олег Ткачев в нашей студии. Мы продолжаем. Еще немножко про выборы поговорим. Триединный день голосования ждет нас 13 сентября. Есть ощущение, что сделано это не только для удобства избирателей, но еще с какими-то иными целями. Но это пока... Это может быть наше заблуждение на самом деле. То есть мы только предполагать можем рассуждать, да или нет. Еще у меня вопрос, связанный с выборами Олега и с той ситуацией, которая сейчас складывается вокруг Алексея Навального. Да, не очень пока понятно, что будет с его здоровьем, насколько быстро он сможет оправиться и начать полноценно работать так, как он работал. Очень интересно, что будет, во-первых, с проектами Алексея Навального, а во-вторых, как будут вести себя иные оппозиционные силы. То есть Навальный — это такая протестная повестка. Можем ли мы предполагать, что если Навальный в ближайшее время не начнет полноценно работать, не сможет приступить к работе, то наша, условно, парламентская оппозиция, еще кто-то, вот эту протестную повестку оседлает и будут набирать голоса за счет этого? Мне кажется, что парламентские партии протестную повестку вряд ли оседлают. То есть парламентские партии будут жить по своим парламентским законам. То есть старого коня новым трюкам не научишь. То есть будет все примерно так же. То есть они пользоваться этой ситуацией не будут отсутствием там человека, который эту повестку аккумулирует? Я не знаю, как этим можно там очень сильно воспользоваться. То есть стать вторым Алексеем Навальным — это как бы сложно. Там больше всего держится на харизме, чем на чем-то еще. Но с другой стороны, там те проекты, которые у Навального запущены, мне кажется, что они могут жить и своей жизнью. Там что-то очень сильно в них не поменяется. Но мне кажется, что неформальные политические силы, не парламентские партии, мне кажется, они должны более активно начать участвовать. Потому что это для них возможность заявить о себе. То есть убедить, что они в строю, они действуют, они действуют каждый день. Убедить людей, что им тоже можно доверять. То есть в отсутствие яркой фигуры Алексея Навального, в активном поле информационном. Слушайте, ну это всегда же это самое так. И даже если мы проведем такую очень длинную аналогию по вопросу, кто же, если не Путин, а вот как только так сразу появится сразу много-много-много новых фамилий. Хорошо. Олег Ткачев. В нашей студии еще есть вопросы от наших слушателей. Я должна их озвучить. Я обещала. Значит, первый вопрос вот чего касается. Областные чиновники намерены увеличить число жителей области до 2 миллионов человек к 2030 году. Это, по-моему, Александр Чурин у нас в эфире говорил. Ну и накануне, собственно, вице-спикер ОЗС Владимир Костин назвал такие планы утопией. Что вы об этом думаете? Ну, во-первых, насколько вообще это реально? Это первое. И второе, насколько это нам нужно, да, вот сюда людей привлекать в таком количестве? И все ли подряд нам нужны? То есть, условно говоря, кого мы хотим видеть в Кировской области, если мы хотим, чтобы в Кировской области было 2 миллиона? Ну, в первую очередь, наверное, надо у инициаторов спросить, кого они видят в Кировской области. То есть, за счет откуда взять столько людей? То есть, наверное, как бы, если такая инициатива произнесена, имеются конкретные планы. Вятский гектар озвучивался, да, привлекать сюда людей, работать на земле, выдавая бесплатные участки. Мое сугубо субъективное ощущение, да, что у нас не хватит денег на реализацию таких амбициозных программ. То есть, ну, нет у нас в бюджете региона таких средств, чтобы привлекать такое дополнительное количество людей. Там, будь то вятский гектар или какие-то еще. Ну, и сразу же надо понимать, из каких регионов эти люди могут приехать. То есть, здесь мы понимаем, что в таком случае мы должны вступать в конкуренцию с другими регионами, за людей. Мы должны доказывать, что здесь, в Кировской области, жить легче, лучше, успешнее, разумнее, чем в других регионах. Мы сможем это сделать? У нас есть чем заманить сюда людей? Пока я не вижу таких конкурентных преимуществ перед другими регионами. Не перед всеми, но перед большинством регионов у нас конкурентных преимуществ нет. А я понимаю так, что вот люди, которые к нам могут поехать, все-таки это какой категория люди? Я не знаю, вот если мы думаем в сторону конкурентных преимуществ, что мы здесь можем сделать у себя, чтобы люди к нам ехали? Не знаю, там, Силиконовую долину тут, а пытались, кстати, ведь, да? Ну, режим налогообложения, то есть, допустим, в предпринимательском сообществе очень там живая дискуссия о том, что вот в соседней Удмуртии сделали немножко другой режим налогообложения, и многие готовы сорваться, перерегистрироваться туда. Это не так говорят, на самом деле цифры говорят об обратном, не так много уехало туда. Но, тем не менее, это обсуждается. Налоговый режим, раз. Налоговый режим, развитая инфраструктура, то есть, ну, дороги, подъездные пути, коммуникации, там, связь, отопление, подведение газа, там, если ехать где-то, в чистое поле никто не мешает, приезжай в чистое поле. Но вопросы медицинское обеспечение, образование для детей, то есть, это же такая, должна быть мощная инфраструктура. Куда приглашать? Где? Жить в чистом поле? Очередная целина. То есть, вы потерпите лет 10-15 во времянках и в землянках, а потом, может быть, из этого, ну, это какое-то странное предложение. В таком случае активные, социально активные там люди, естественно, не поедут, да, но, может, нам, я не знаю, там, в свое время Никита Белых, по-моему, продвигал идею «Вятка. Город детства», если вот я не ошибаюсь, да, то есть, привлекать сюда молодые семьи с детьми и создавать здесь для них инфраструктуру. Кто-то предлагал создавать инфраструктуру для пенсионеров, то есть, санатории, хорошее здравоохранение, чтобы люди сюда приезжали жить. Ну, вот, насколько это активное население? Нужно ли оно нам? Если будет доступное, ну, доступное с точки зрения цены и достойное там жилье, вот, хотя бы по этому параметру, то на это можно приглашать. Но это сколько тысяч людей надо разместить в хорошем, качественном, доступном по цене жилье, где оно? Вот, я пока не вижу такого масштабного строительства. То есть, в целом, вы, вот, у нас до 30-го года осталось 10 лет? Насколько реалистичный план? Если за 10 лет у нас вырастут новые города и начнут заполняться, то, может быть, но пока я не вижу этих предпосылок. Быть может, есть какие-то там не озвученные козыри в рукаве, и буквально с завтрашнего дня начнется масштабное строительство, прокладывание коммуникаций, там, масштабные изменения. Там я только порадуюсь, я только за. Это было бы очень хорошо и замечательно. Но пока движение в эту сторону, ну, не знаю, лично я не вижу. Обещание есть, предпосылок нет. Еще у нас остается 6 минут. Еще две темы важные хотела я обсудить. Они связаны с деятельностью культурного центра «Пятый этаж». История следующая. Там, да, Олег, супруга его, Дарья Ткачева, этот центр открыли, если я не ошибаюсь, два года назад, да, по-моему? Да, в 18-м году. В 18-м году, совершенно верно. Тогда вы выиграли президентский грант. И коронавирус в этом году, как и многие там, да, культурные образовательные площадки, вынудил вас закрыться. История закончилась там, ну, какими-то вопросами с арендой, и вы пока вот временно... Мы не закрылись, мы просто... В смысле закрыть дверь, я имела в виду, да. Да, да. Мы были на прекрасной площадке, она нам нравилась. Но вот с ситуацией коронавируса, то есть мы не смогли дальше поддерживать именно на этой площадке. То есть требовалось там организовать и летний период, а планировать что-то на летний период, то есть мы остались... Невозможно было, да. Да. Сейчас мы ищем новое помещение, а параллельно идут мероприятия, идут и онлайн мероприятия, и оффлайн, там на разных площадках. Вы выступаете как организаторы, площадки там предоставляются различные. Да, да, да. То есть деятельность продолжается. Мы собираемся делать там большое крупное мероприятие, там большую выставку. Сейчас ищем и партнеров, и там площадку проведения. Ну и ищем, конечно, постоянную площадку. А есть уже какие-то варианты? Куда вы можете перенеститься? Ну и варианты есть, то есть мы ходим, смотрим, обсуждаем, ведем переговоры, но пока еще рано. То есть мы еще сами не определились, где бы нам больше хотелось. Переговоры идут каждый день. Пока ищем лучшие условия. Но вы, я так понимаю, что сейчас, если найдете эту площадку, по идее уже можете открыться там, да, и проводить мероприятия там, потому что сейчас запретов уже практически не осталось. Есть там какие-то, да, но это легко там как-то регулируется количеством людей и санитарными мерами. Я почему спросила про культурный центр «Пятый этаж» и про ваши сейчас поиски, да, помещения и новые площадки, потому что культурный центр «Пятый этаж» вот на этой неделе фактически новость пришла, стал лауреатом государственной премии в области современного искусства «Инновация 2020» или «2020», не знаю, как точно. Вот, эта премия, насколько я понимаю, очень престижная, в том числе и для региона она очень престижная. Это так? Да, это действительно так. Мы стали лауреатами государственной премии в сфере современного искусства. Нам очень приятно. Церемония награждения была в Нижнем Новгороде. Мы буквально там позавчера оттуда приехали, привезли там и саму статуэтку, и документ, подтверждающий, что стали лауреатами. Да, и эта премия была в номинации «Лучший образовательный проект» в сфере современного искусства. А кроме статуэтки, ну и признания там, да, коллег и профессионального сообщества, эта премия что дает? Дает ли она вам основания надеяться на поддержку какую-то, еще что-то? Ну, смотрите, там это государственная премия, и само слово премия подразумевает некое денежное поощрение. То есть оно вроде как бы будет, но это, ну, понятно, что это какие-то денежки будут. То есть это символическая история, не какая-то там, не ленинская премия, не сталинская, что называется. На эти денежки, конечно же, нам не прожить, но это будет, ну, приятным дополнением. С точки зрения того, должны ли поддерживаться лауреаты... Ну, не только этой премии, не только вы, а вообще в целом там лауреаты каких-то престижных премий, проекты. Цель премии, а тем более государственной премии, да, это акцентировать и обратить внимание на наилучшие проекты, ну, оцененные там экспертами, одобренные там и так далее, и так далее, обратить на них внимание. Это вообще основная цель любой премии. Это как бы демонстрация, вот смотрите, образец для подражания. Вот, и разумеется, это определенный сигнал там и всему региону, и органам государственной власти, и неформальным организаторам там со стороны государства. Там, ну, смотрите, вот в этой сфере, вот мы считаем, что это наилучшее достижение. Должно ли за этим следовать там моментальная и безусловная там господдержка, ну, я не уверен. Ну, то есть было бы приятно, ну, для нас это тоже определенный тест. Как бы, да, ну, вот на уровне Российской Федерации нас признали. Здесь мы будем в любом случае продолжать это делать, потому что мы это делаем для себя, вот, для своего понимания и для тех людей, которые там приходят. Мы это делаем для людей. Оценит ли это еще кто-то? Для нас тоже такой большой тест, вот, и интерес, да, ну, хорошо. Худет или нет? Посмотрим. Спасибо большое, Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки НКО, член Общественной палаты Кировской области, был в нашей студии. Это его особое мнение. Спасибо. Можно будет найти его на нашем сайте. Особое мнение на 101.